В дни рождественского поста петербургская музыкальная группа «Атриум» и протеерей Михаил Бреверман посетили Колпинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. Здесь отбывают наказания сроком от года до 7,5 лет, совершившие особо тяжкие преступления. Оказавшись в колонии, многие подростки начинают осмысливать свою жизнь и постепенно меняются, в том числе благодаря богослужениям и творчеству. Они учатся колокольному звону и игре на музыкальных инструментах, рисуют, ставят театральные постановки, снимают видеоролики на сочиненные рэп-композиции, которые чаще всего являются предупредительным посланием тем, кто на свободе, рассказывает Ольга Стасинок. Участники группы «Атриум» студенты Санкт-Петербургской духовной академии посетили колонию впервые. Концерт группы «Атриум» проходил в помещении столовой. Музыканты общались с ребятами и по душам. Обсуждали содержание песен, рассказывали о своем личном пути к Богу. Хотели пообщаться с ребятами, поговорить о Христе, поиграть в музыку, конечно. Но они очень живо реагировали. Мы это чувствовали, отдачу зала, и это очень отрадно. Люди, находясь на какой-то грани жизненной, вынутые из покоя, из комфорта, не облизанные лаской, эти люди очень чутко чувствуют истину. Даже преступник, совершивший преступление, нуждается в помощи, нуждается в духовном наставлении. И когда молодые люди, совершившие преступление, видят, что их все-таки считают за людей, потому что мы, как люди церкви, утверждаем, что в каждом человеке, пусть очень далеко, но спрятан божественный образ, конечно, в таких тяжелых кризисных условиях невозможно не задуматься о смысле жизни, о смысле страданий. И наша задача, как людей церкви, священнослужителей, студентов духовных школ, хотел помочь человеку обрести веру, найти дорогу к Богу. Делать это священники призваны в ненавязчивой форме. По слову отца Михаила, например, концерт с песнями, которые говорят о божественной любви, позволяет сделать это доступно и доходчиво. Работа может носить различный формат, начиная от концертов, от бесед, заканчиваясь совместным спектаклем, каким-то организацией спектаклей. На территории колонии есть храм, храм Яна Воина, храм обустроен, есть даже звонница. И мы надеемся, что в ближайшем времени, вот, может быть, в какие-то большие праздники мы сможем сюда приезжать, совершать богослужения. Весь преподавательский, педагогический состав, психологи, работа всего коллектива как раз направлена на то, чтобы понять парню, из-за чего он попал туда. Не сказать, ответить ему на вопрос, а дать ему помочь самому разобраться, из-за чего он здесь оказался. Наметить приоритеты дальше, что делать. Это пауза жизненная его. Как у нас один мальчишка говорил, Бог поберег, в коробочку посадил, чтобы, говорит, я тут остыл и одумался. Музыкальный коллектив исполняет христианскую лирику на стихи русских поэтов-классиков, святителей и свои сочинения под собственную аранжировку. Их выступления подростки встретили бурными аплодисментами. Служение, которое мы для себя видим, призвание именно миссионерское во всех формах. И в прямом благовествовании Евангелия, а также в таких художественных, я еще режиссер, снимаем кино, делаем музыку. Надеюсь, что скоро запишем новый альбом, если Бог пошлет нам средства на это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...